Порядок подокарповые, семейство подокарповые, довольно крупное семейство, 140 видов. Влажные, болотистые территории Южного полушария не у нас. Это Австралия, Новая Зеландия. Некоторые виды в Северном полушарии, либо их перенесли, там разводят в оранжереях. Подокарповые означают «ногоплодник» по-гречески. Но у некоторых там видов семена, они как бы похожи на вишневые косточки и сидят на толстой ножке. Поэтому назвали «ногоплодник». Не у всех. По строению древесины нет смоляных каналов, заметные кольца прироста. Паренхима обычно довольно такая обильная, но зависит опять же от разновидности. Спиральные утолщения на стенках трахеид обычно отсутствуют. Листорасположение очередное, иногда супротивное. Листья могут быть крупные, с параллельными жилками. Именно у подокарпа листья на хвою никак не походят. Оно такое больше походит на покрытость семеной, но он твердый. То есть, как бы листья широкие, но они все равно такие твердые такие. Но они достаточно все равно узкие часто. Иногда все-таки бывают у него нормальные иголки. Из крупнолистных подокарпов, допустим, подокарп валлиха, листья длиной 15 см и ширина 5 см. То есть, ширина где-то в 3 раза меньше длины. Также есть подокарп наибольший. У него большие очень листья длиной до 35 см и 9 см в ширину. То есть, вообще большой лист это никак уже на иголку точно не тянет. Но обычно все-таки они у них продолговатые. То есть, это не иголка, он такой продолговатый, достаточно твердый листочек. Ну и часто есть динамика. Допустим, когда они маленькие, у них листочки долгие, длинные, а взрослые чешуевидные, как у можжевельника. Стробилы обычно однополые, имеется в виду, что там или мужская шишка, или женская. Ну, маленькие там эти микроспоры с двумя воздушными мешками, которые летают. Разнообразные у них по типам собрания мегастробилов, то есть, женских шишек. Ну, некоторые там, как бы, с уменьшением числа мегастробилов на главной оси, плоди того, что одна шишка на оси, а у некоторых прям вот укорочено собрание мегастробилов. Укорочена, значит, эта ось укорочена, на которой торчали шишки. И просто вот пачка шишек без оси в куче торчит. Мегастробил состоит из семизачатка, окруженного видоизмененной семенной чешуей, которая тут называется эпиматий, который обычно срастается с интигументом, то есть, с оболочкой семени или не срастается. При созревании семени эпиматий разрастается, становится мясистым, ярко окрашенным, или, наоборот, он кожистый, сухой, в зависимости от того, хочет оно привлекать этой шишкой животных или не хочет. Ну, в общем, и все про вообще. И теперь надо про конкретные роды поговорить. Род подокарп превосходит по числу видов сосну. И вот ареал рода подокарп, из которого мы видим, что он, в общем-то, в основном в Южном полушарии, да, тут и Африка, Южная Америка, но залазит он, допустим, в Китай подокарп, и есть, допустим, он в Японии. Но все-таки такие наиболее типичные виды это Новая Зеландия, Полинезия, вот это вот все. Подокарпы и двудомные растения, то есть, может быть, оно мужское и женское, иногда может быть довольно большое. Допустим, подокарп узамбарский, 80 метров вырастает, при диаметре ствола 2 метра. Но много и просто кустарников довольно низких. Есть кустарники, допустим, подокарп снежный, порядка метра кустарник высотой, то есть ниже человека, иногда до 3 метров. Листья линейные, линейно продолговатые, длиной до 10 сантиметров, но четко видна средняя жилка, и на иголку это не походит совсем. Фотографии тут уже были, будет много фотографий, по которым видно, что это листья, а не иголки точно. Ну, у некоторых листьев вообще крупные, эллиптические, то есть вообще корючие, прям как у покрытосеменных. Ну, чаще все-таки у него мелкие достаточно листья, чешуевидные или вытянутые. Микростробилы цилиндрические, небольшие, но могут до 5 сантиметров эти сережки-то у него вырастать. Микростробилы обычно одиночные, но могут быть пазушные, верхушечные, колоссовидно собранные, допустим, подокарп колоссовидный, и 30 этих мужских шишек-микростробилов на одной оси. То есть вот там ось, допустим, идет в стебель, а на нем 30 этих, типа типа сережек там, этих хвойных-то. Мегастробилы, то есть женская шишка, в которой, собственно, потом семя формируется, тоже могут быть одиночные, пазучные, верхушечные. Иногда тоже образует колоссовидное собрание. У подокарпа колоссовидного у него есть женские шишки, тоже 8 стробилов. В собрании на 4 сантиметра длина на одном стебле 8 шишек растет. Мегастробилы состоят из одного или двух семизочатков. Семизочаток окружен эпиматием, который я только что описывал, и у подокарпа он срастается с интигументом, то есть с покровом семени. Иногда к эпиматию снаружи прирастает также и кровящая чешуя. Семизочаток сидит на ножке, голый или покрытый стерильными чешуями, поэтому называется подокарп, потому что у него семя на ножке. Эпиматию некоторых видов разрастается, становится мясистым, красным, синим, интигумент превращается в твердый каменистый слой. Зрелые семена напоминают костянковидные плоды, покрытосеменных растений. Семена круглые, яйцевидные, ореховидные, зародыш двумя семидолями. При прорастании семени сначала выходит корешок, семидоли, прижатые друг к другу, долго остаются в семени. Подокарпы используют азотфиксирующие бактерии, как их, допустим, и бобовые. То есть у них на корнях растений подокарпа, либо там грибы в симбиозе с ними, либо азотфиксирующие бактерии с типичными клубеньками. Это что значит, он получает азот из воздуха. Подокарпы 7 секций, и дальше, значит, ну они, в общем, довольно редкие все, поэтому даже в жизни растений советской, уж на что подробная книжка, только 5 секций, и я буду, некоторые кратко буду слагать. Дакрикарпус секция, сюда входит подокарп докредиевидный и черепитчатый, и я привожу картинку подокарпа докредиевидного. Значит, листья игловидные сначала, потом крупные и плоские, а потом опять игловидные. Ну вот, можно растения посмотреть, там довольно много крупных листьев тоже. Подокарп докредиевидный только Новая Зеландия, и именно северные и южные острова, они очень красивые. У новых зеландцев, у Маори, есть легенда, что некий вождь там поймал птицу, перья этой красивой птицы выбросил в океан, и из этих перьев поднялись эти прекрасные подокарпы докредиевидные. Также имеется подокарп черепитчатый, это остров Ява, Сулавесик, Алимантан и все вот эти острова по типу Болины, которые любят у нас ездить. Подокарпы растут на Яве и Суматре, в дождевых лесах на высотах от 700 до 3000 метров над уровнем моря. На низких высотах истреблены человеком, потому что древесина хорошая у них, у всех хвойных, поэтому человек истребил, а в горах еще сохранились. Дальше у нас есть секция Нагея, из которой наиболее известен этот подокарп Наги. Они крупнолистые и совершенно не походят на хвойные. Вот по поводу Нагеи вообще не скажут, что хвойные, но это хвойные, и там шишка есть, совершенно типичная для хвойного. Эллиптические листья длиной до 35 см и шириной до 9 см, то есть большой, это совершенно не иголка. В листьях смоляные каналы, то есть это как бы листочек походит на листочек березы, но он смолой пропитан, потому что это хвойные на самом деле. Ну и вот сюда подокарп Валиха относится, однодомное дерево высотой до 50 метров, листья 9-15 см у него, ювенильные листья крупные, то есть молодые, длиной где-то 23 см и шириной 8 см. Семя гладкое, шаровидное, опять же на ножке, покрытое пематием. Падокарп Валиха растет в дождевых лесах севернее и южнее экватора, в Индии, на островах Индонезии и Новой Гвинеи, но обычно на небольшой высоте. Падокарп Наги, это горный, как правило, южная Япония может быть, Тайвань, южный Китай. Дерево не такое высокое, 25 метров обычно. Диаметр ствола где-то 80 см, шаровидные семена диаметром 1,5 мм. Часто падает она вместе со всем окружающим, это семя. Древесина подокарпа Наги известна в Японии как строительный материал. Ну и также японцы любят все декоративное, поэтому тоже декоративное, оно и в горшочках разводит этот подокарп Наги. В ботанических садах Черноморского побережья Кавказа может тоже встречаться такой. Секция Афрокарпус, это африканские подокарпы, сюда относятся подокарп серповидный, это у нас ЮАР, Бацвана Ангола. Древесина широко используется для шпал, корабельных балок, покрытие полов, производство мебели, насекомые не едят. Секция Стахикарпус, 10 видов. Некоторые такую специфическую кору имеют, ржавую, поэтому называется подокарп ржавый сюда относится. Маленькие деревья высотой где-то по 4 метра. Некоторые отдельные там виды этих ржавых могут и 25 метров в определенных условиях, в горах допустим. Как правило, все эти Стахикарпусы, они американские. Особенно картинок не привожу, даже в Америке это все довольно редкое. Секция подокарп самая большая в этом роде, 60 видов. Ну и вот наиболее известен подокарп тотара. Привожу схему из жизни животных советских, чтобы было хорошо, чтобы было видно шишки там. Микростробила, мегастробила. На картинках шишки есть, но они там в определенной стадии развития, и на схемах иногда лучше. Подокарп тотара имеется только в Новой Зеландии, и тотара это на полинезийском языке, естественно. Красивое стройное дерево с древесиной красного цвета, имеет высокую прочность, устойчивое против жуков. Поэтому используют для строительства мостов, для изготовления телеграфных столбов использовали, для шпал. В естественных условиях вырастают до 40 метров. Где-то толстая кора, красновато-коричневая, темно-зеленые листья. Длина где-то 2 сантиметра, и ширина где-то 3 миллиметра, то есть маленькие, в общем-то. Ореховидное семя. Деревья татара вывезли в Европу с 1856 года. Растут они в ботанических садах в Англии, допустим. В Италии и Калифорнии прямо в виде насаждений. И в Батуми может на улицах расти этот подокарт татара. Это на самом деле новозеландская. Маурии, они из него долбили опять же лодки, как индейцы из этих хвойных. То есть из толстого ствола выдалбливают лодку где-то длиной 30 метров и плавают. Ну и тоже ценное дерево у них считалось, что лодки хорошие из него. Помимо подокарпа татара, в Новой Зеландии имеется подокарп тонкокорый, распространенный на острове Стюарт. Холодостойкий, успешно культивируется в тендропарках Сухуми и Батуми. Также подокарп снежный есть в Новой Зеландии, он там в горах, именно в снежных районах растет. На скалистых, крутых склонах, на каменистых осыпях, в виде кустарника, такого простирающегося чуть ли не скланник. Многочисленные переплетенные жесткие ветви образуют густую подушку прям по скале. У некоторых там в землю погружаются не только корни, но и стебли. Это очень прижатые к земле ветви, такое твердое хвойное растение. Укореняются, естественно, ветви к земле прижаты, это значит, что они корнями укоренились. Придаточные корни, из этих корней потом новые побеги, там не поймешь, какое оно растение. То есть оно единство теряет, сгнивают ветки, которые соединяются. Сколько тут растений, непонятно, все они из одного произошли, потому что ветки начали отдельную жизнь. Подокарп снежный очень полезный, он укрепляет почву эту горную. Потому что если почва в горах сорвется, может быть прямо оползень, а вот именно подокарп и закрепляет. Надо сказать, что на равнинной местности он не стелится, а прямо стоит. До трех метров может прямо стоять вертикально уже. Вот это характерно также и для можжевельника, который в горах стелится, а на равнине обычно стоит. Подокарп альпийский, густовитвистый кустарник, маленькое дерево высотой до 4 метров, выше границы леса превращается в карликовый кустарник, но тоже противоэрозийный. Вот эти хвойные мелкие, они все противоэрозийные и очень полезные в том числе человеку. Ну, наконец, подокарп крупнолисный, хорошо известен большими листьями. Тоже примерно вот сюда относятся, в принципе, его уже ранее показывал. Подокарп крупнолисный имеется в Никитском ботаническом саду, например. Ну и в других ботанических садах Черноморского побережья. Дальше род паразитакус. И единственный тут вид, это паразитакус опаленный. Паразитакус является паразитом. У него такая необычная красноватая, порпурная, рыжеватая окраска, собственно, вот он на картинке. Местные считали его священным. Это Новая Каледония, Полинезия. Но, однако же, обнаружили, что он паразит, и он паразитирует на фалькотифолиуме, который чуть позже, на другом, короче, хвойном, о котором я сейчас скажу. Корни этого паразита пронизывают кору ствола дерева хозяина, располагаясь между ней и древесиной. И распространяет корни свои по стволу дерева даже вверх. То есть, обычно же корень вниз, а у этот же паразитирует корнем на другом, хвойном, да, на другом подокарпе, то есть. И вверх у него корни идут. Паразитакус это ветвистый однодомный кустарник высотой 25 см, в целом, хоть и паразитический. Густые, тенистые леса, обычно, ну, так и предгорье, 500-800 метров. Мелкие листья длиной где-то 2 мм, чешуевидные. Семена мелкие 4 мм. Род Докридиум, Докридиум фонка, ну, и также Докридиум кипарисовый, Докридиум рыхлолистый и так далее. Около 20 видов. Род Докридиум, один имеется род в Южной Америке. Остальное все в основном все там же, в этой самой Полинезии, в Новой Каледонии и все такое прочее. Спиральное расположение листьев, чешуевидные листья, ну, и тоже 2 формы, ювенильные листья, линейные, плоские, и взрослые растения имеют чешуевидные листья. То есть, молодое растение один тип листьев, а взрослый другой тип. Ну, довольно популярна эта вещь у высших гулощеменных. Докридиум раукария видный, это эндемик Новой Каледонии, в горах там растет. Затем имеется Докридиум кипарисовый, это Новая Зеландия, он довольно высокий, до 20 метров. И Докридиум кипарисовый дает ценную древесину красноватого цвета, смолистую. В том числе, кстати, на стволах Докридиума постоянно смола появляется, и Докридиум это слеза по-гречески. Смола как слеза, поэтому так назвали. Докридиум рыхлолистный, тоже такой двудомный, приземистый кустарник, веточки до 1 метра. Не образует прямо стоящего стебля, отличается отсутствием смоляных каналов в стеблях, листьях и семизачатках. Кроме того, Докридиум рыхлолистый имеет ярко-красную окраску шишки, что вообще у этих достаточно распространено. Докридиум каленцо в Новой Зеландии, высотой до 20 метров, тоже деревья. Ну и фалькатифолиум. Значит, фалькатифолиум это означает по латыни, что у него серповидный лист. Фалькатус серповидный. И тут есть полный курс латыни, где как серп по латыни там постоянно это встречается. Полный курс латыни я имею в виду на моем канале имеется. В том числе, весьма полезный для ботаников, конечно. Ну так вот, этот фалькатифолиум, это кустарники высотой от 2 до 20 метров. Виды такие, фалькатифолиум серповидный, Малукские острова, Малакка, фалькатифолиум тессовидный, Новая Каледония, Плауновидный. Фалькатифолиумы интересны диморфными листьями. Листья у них одни вегетативные, то есть фотосинтезируют, а другие чешуевидные мелкие. И вегетативные листья имеют специфическое такое строение, что проводящий пучок центральной жилки расположен так, что ксилема и флоема, повернутый не к нижней и верхней сторонам листа, а к краям листа, то есть на боку, пучок ксилема и флоемы идет не горизонтально, а вертикально, на 90 градусов повернутый. Ну и исследования ботаников показали, что это не пучок повернутый, а это молодой лист в начале своего развития, ребром к свету повернулся и сплющился в результате, и пучок тоже повернулся. Причем устица в этом случае развиваются с обоих сторон, они и с верхней, и с нижней стороны обычно же устица, они с одной стороны, с нижней, да. Ну вот эти вещи установил китайский ботаник Ле Чен Ле, сделал множество срезов этих листьев, и вот этим как раз докрепарпусы и акмопили отличаются. Фалькотифолиум папуасский, новая гвинея, естественно, среди папуасов растет, 20 метров достигает, и значит, фалькотифолиум узкий на острове Калимандан. Именно на фалькотифолиуме паразитируют этот самый паразитикус ранее описанный, то есть на другом, в принципе, роде тех же самых падикарповых. Род акмопили, акмопили тоже новая калидония, близкий, в общем-то, к этому фалькотифолиуму, поэтому они описывали, у него тоже поворот пучка. Филокладус, 5 видов, вечно зеленые двудомные деревья высотой до 30 метров. Филокладус оспление листный интересный у него, вроде как листья похожие на папоротник, но это вообще не листья, а это выросты стебля. Вот этот филокладус, он так и называется, потому что у него не листья, а выросты стебля, которые, да, приняли на себя функции фотосинтеза и могут усваивать органическое вещество. Зрелые филокладии напоминают листья по внутреннему строению тоже. У них выражена верхняя и нижняя эпидерма, устица имеется, как на листьях, хлоренхема вот эта, которая, собственно, фотосинтезирует там. Не пучок у них не коллатеральный, а как раз такой центральный цилиндр, поэтому все-таки это стебель они. То есть это не лист у него, пучок проводящий по типу сифонастелла. Листья тоже есть, листья зеленые, хвоевидные такие, винильные, сохраняются на стебле в течение 2-3 лет, а затем уже с листьев переходит на филокладию. То есть он, когда молодой, у него листья есть, потом они опадают, и он дальше фотосинтезирует за счет выроста в стебле. Ну, поверх них такие зрелые мелкие шишки, четко хорошо видны, видимо, чтобы их ели животные, распространяли семена. Шаровидные, яйцевидные, мясистые, красные, четко видно, где есть надо. Чтобы все растение не ело, какой-нибудь живот наело вот эту красную шишку. Шишки от 1 до 20 семян, мелкие. Причем шишки вырастают не на верхушках коротких боковых веточек, как положено, а на кончиках вот этих самых филокладиев, то есть якобы листочков. Потому что у них не листочек, это, блин, стебель. Получается, что на кончике листочка шишка выросла. Древесина филокладусов широко используется для хозяйственных целей. Тонины, красящие вещества, декоративные. В оранжереях разводят, в Англии, в Ирландии. Ну, а вообще он в нормальном состоянии, это Новая Зеландия. Там всевозможные виды. Альпийский, сизый, подлистный и так далее. На острове Тасмании их тоже много, вот это вот те места. Саксиготея, единственный вид, это саксиготея заметная. Вот она, красивое, однодомное, стройное дерево, высотой 10 метров. Кустарники высоко в горах. Медленно созревают семена. От опыления до созревания семян проходит 3 года. Саксиготея встречается в густых, влажных горных лесах Чилийских Ант, в Западной Патагонии. Была открыта в Южном Чили в 1846 году. И потом развели сразу в Англии, Исландии, Калифорнии, в ботанических садах. В общем, саксиготея растет. Но высоко не вырастает, там условия плохие. Кустарника у себя на родине, в Чили, она дерево до 18 метров. Микрокахрис. Тоже один вид. Микрокахрис четырехгранный, вот оно на картинке. Двудомный кустарник, прижатый к земле, сильно ветвистый. С мелкими чешуевидными листьями. И палисадная паренхима на нижней поверхности, а устья на верхней поверхности. Обычно устья на нижней, но у некоторых деревьев и на верхней, и у некоторых и на обоях. Но тут на верхней. Этот микрокахрис это исчезающее растение Тасмании. Он растет в горах. Мясистые красные мелкие шишки, поэтому как декоративные, с такими красными шишками интересными, разводятся также в оранжереях. Ну и наконец микростробус, это последний из подокарповых. Тоже Австралия, Новый Южный Уэллс, вот те места. Тасмания. Двудомный кустарник до трех метров высоты. Горный, обычно высота тысячи метров над уровнем моря. На сырых лесах, которые там все еще есть. Микростробус Фиджеральда. Тоже селится прямо на скале, возле водопадов. Где он получает вот брызги воды от водопада, и там все уже поселился такой у нас кустарник. Голосеменной. И он свисает прямо с водопада часто, они свисают. Семена мелкие, длиной до 1 миллиметра. В мелких шишках по 4-5 семян. Продуктивность то есть низкая, и поэтому в принципе редко встречается. Все вот эти перечисленные достаточно редкие, на самом деле подокарповые. Тем не менее их разводят в оранжереях, довольно оригинальное, такое красивое, голосеменное растение.